День памяти вольного интернационалиста В Витебске для мемориального комплекса 15 лютого День памяти вольного интернационалиста Усёня по всей Беларуси проходят урочистые мероприимства У память проудельников военных конфликтов на территории инших краин У Витебске стартовал автопробег под назвой «Дороги памяти» Просвеченный 34-й годовине выводу советских войск из Афганистана У агрогородку Октябрьская организовали урочистый митинг У яким приняли удел ветераны Афганской войны и их свояки Представники органов улады, громадских организаций, працонных коллективов Новученцы школ Витебскага и Семенского района Разом со старшинёй Витебскага Абл-Ваканкама Александром Суботиным И наушановали память загинувших войну афганца у хвилины маучанни И усклали к ветке до мемориального комплекса Это ещё один день, ещё один день скорби по погибшим И гордость из-за тех, что мы достойно выполнили свой интернациональный долг И защищали нашу родину, но на дальних рубежах Поэтому это нужно помнить, это нужно рассказывать И этим можно и нужно гордиться Для нас это очень знаковое событие Всё-таки 34 года назад Мы помним 89-й год, помним 15 февраля Телевидение показывает нам Термес, мост Через этот мост, через Амудр, идёт последний, как говорят, солдат Это командующий 40-й армией генерал Громов И объявляется, война закончилась Конечно, облегчение Конечно, для нас это было Конечно, радость Усяго у аутопробегу приняли удел больше 40 человек Утымлик у школьники Яны отправились и у Богушевск Де усклали к ветке до помника воинам-афганцам А потом вернулись у агрогородок Октябрьское Витебского района На урочистый митинг под назвой имяной Белиску И патриотичный концерт в Мясцовом Доме Культуры У Витебску у День памяти воинов-интернационалистов Денька милиции Константина Князева Гэты термин склау только по угоду Зусемьюны молодший сержант У составе мотоманёрованной группы служил на афганской мяжи Задача стояла оховывать мирных же хоров И запеспешивать проход колонн с гарушим боеприпасами И харчеваннем на территорию Исламской Республики Про афганские падеи нагадывая медаль Задзнаку о ахове державной мяжи СССР Когда мы ввели колонну, нас обстреливали Я вообще был наводчиком безоткатки Так называемая шайтан труба Медаль за охрану государственной границы Я получил за то, что когда мы выводились Наша колонна была обстрелена И безоткатного рода я уничтожил расчет РПГ Со второго выстрела Слава Богу И остались живы сами Что год, 15 лют, галя опомника боли У Витебска организует митинг реквием Тут сбираются воины, афганцы, представники Владу, громадских организаций, гораджане и молодцы Кабу вспомнить ты, хто воевал у Афганистане И отдау жице, выконваючи интернациональный обовязок У Афганской войне у день шли свыше 5,5 тысяч Ураджанцев полночного региона 160 из них не вернулися до дому Сегодня прогучали имены усих, кто загинул Их память ушановали хвилины молчания Мы, естественно, повзросли Мы стали, может быть, умнее и мудрее И мы, конечно, выступаем против войны Против разных проявлений военных действий И считаем, что прежде всего надо решать вопросы мирным путем У меня очень много друзей афганцев Вот здесь вот мой друг детства, Скобов Анатолий Поэтому я каждый год прихожу сюда Чтобы возложить цветы Вот к его табличке Почтить его память Почтить память всех ребят, которые погибли в Афганистане Память про мужности и героизм войну у интернационалистов Сегодня заховывая молодое поколение Школьники и студенты уважливо слухают Успоминутых, кому довелось опрости дорогами афганской войны Разумеют, насколько важно заховывать мир Воины афганцы – это те люди, которые прошли через горнило войны Которые знают, что такое присяга, доблесть, честь Это те люди, которые сегодня действительно могут Не только нашему младшему поколению Но и всем жителям нашей страны Еще раз вот действительно рассказать Что такое страшная война И как сегодня ценен очень мир За 10 годов войны в Афганистане Многие уродженцы Витебшины были удостоены высоких узнагород За боевые заслуги 8 бойцов 103-й поветра над десантной бригадой Отрымали звание Героя Советского Союза Интернациональный обвязок выконывали каля 30 тысяч белорусов Звыж 700 не вернулися дадому Про это нельзя забыть Сергей Мисурагин, Яугин Янсен Новины Витебской Кировничество Витебской области адрасовало веншавание С днем памяти воинов-интернационалистам И семьям военнослужащих Якие выконывали воинский обвязок У Афганистане и инших краинах Падею в городшых кропках, ближнега и далеках замежа Забрали житти многих молодых солдатов, сержантов и офицеров Сирот их есть и наши земляки Что до конца выконали свой воинский обвязок Мы шануем светлую память загинувших героев И в эти дни даем данину поваги и удячности усим военнослужащим Что обороняли интересы родимых о международных военных конфликтах Говорится в веншавальном листе Нехай эта дата слушать для нас напомином про то, как важно заховывать и поддерживать мир и згоду Старшиня Витебского облаконкам Александр Суботин и старшиня областного совета депутата Владимир Тярентьев Пожадали воинам-интернационалистам моцного здоровья, счастья и добробыту Вызначить ключовые задачи и подрихтовать конкретные пропановы У повношенном регионе протягиваются установчие сходы по остворению политической партии «Белая Русь» Их провели 1-майская и чугуночная районная организация города Витебска Удельники сходу обрали делегатов для удела во установчем зъезде новой политической партии Старшиня Витебской областной организации «Белая Русь» Владимир Тярентьев подкреслил, что необходность творения новой политической партии наспела давно Сегодня грамадянская супольность достатково стала, как будавать партийную систему и створать моцную политическую партию, которая будет выказывать и обранять интересы белорусского народа и державы Задача стоит сегодня объединить весь вот этот вот социальный спектр, все наши общественные силы, которые поддерживают сегодняшний строй конституционный и главу государства Задачи, безусловно, направлены, если мы говорим сегодня, что мы объединяем социальные общественные группы, но сегодня в политическую партию, конечно, это решение политических задач А политические задачи сегодня это и выдвижение своих кандидатов в депутаты, это и поддержка курса нашей страны, поддержка именно политических задач главы государства Политическая сила, центристская, которая в будущем создаться, она сможет консолидировать разрозненные части нашего общества, сплотить их и сгенерировать некий посыл для нашей власти Мы, как члены общества изнизу, будем доводить до нашего руководства, до главы партии о том, что нужно обществу, каким образом это реализовать, подсказывать наши идеи Установчие сходы у открытом формате пройдут по всей Витебской области Абранные делегаты представят полношный регион на установчем зъезде, який пройдет в Минску 18-го саковика Майстер «Золотые руки» гонорового звания «Человек года Витебщины-2022» Удастойный шлифовщик механичного цеха Витебского предприемства «Вистан» Анатолий Ильчишин Запрячима больше за 40 годов працонного стажу При этом вопытный специалист протягивая удосконаливать свое профессийное майстерство Як любимая справа загортовывая крыляя неастомного майстера в материале имени Кириенковой Анатолий Ильчишин с металлом на ты У яго умелых руках он набывая зададзенные параметры Шлифовщик починал свою працонную деятельность на заводе Каминтерна Там освою навыки работы на расточном станку Праца на им и зараз празд некальки десяти годзев приносит великое задовольнение У такой работе головная пильная увага и концентрация, зауважая Анатолий Анатольевич Бо металл помылок не дарует В основном это расточка корпусных деталей, которые непосредственно нужны на сборку Ну конечно точность довольно высокая, в пределах одной сотой миллиметра Благодаря тому, что давно уже работаю на этом станке Тем более станок это оптическая система отсчета, поэтому вполне это реально и возможно сделать Анатоль Ильчишин соправдный профессионал Коллеги без пера большего не говорить, на им трымается увесь завод Инструментальный участок, где працует майстер, займается расточкой корпусных деталей для станков За основу берут готовые чертежи, а вот технологию распрацовывают сами И тут вельми допомагают богатый опыт и профессийное майстерство Анатоля Ильчишина Он работает на трех станках, и кто не попросит, какой начальник не придет, попросит, он обязательно выполнит просьбу и сделает Квалифицированный специалист, и такой безотказный, можно сказать, человек, очень добрый, отзывчивый, сам по себе Очень приятно с ним работать Добиваться поставленной меты и николи не пасовать перед тяжкостями Гэтаму Анатоль Ильчишин вучить молодых Ее нахвотно передае свои веды и вопыт тем, кто только починает свой шлях у профессии Работать с молодежью интересно, да, видно, как человек растет, набирается опыт и так далее Но я скажу так, проблема одна, их маловато На нашем предприятии надо бы поболее Работа в станкостроении довольно непростая Она требует большого физического труда и внимания, самое главное – внимания Расточник, шлифовщик, одним словом, майстер на усе руки Анатолия Ильчишина любят и поважают за высокий профессионализм, бездакорную працу и отказность Коллектив гоноритца – таких специалистов варта яше пошукать Инна Кириенкова, Антон Левин, Новины Витебск Юные пифагоры в ушне Витебской гимназии номер 2 заняли третье огульнокомандное место на Международной Жаутыковской Олимпиаде по математице Школьники из Витебска завоевали 8 медалевых – один золотый, два серебряные и пять бронзовых И показали наилепший выник за всю историю делу у интеллектуальных споборництвах До речи селета традиционная Международная Жаутыковская Олимпиада пройшла в дистанционном формате У делу ее приняли 280 команд с 26 краинцвету Школьникам довелось орошать складанные задачи При этом, не глядячи на серьезную конкуренцию, витебские гимназисты смогли увастие в тройку лепших Занимался своим учителем, сейчас с ними занимаюсь где-то с 5-6 класса Ну и там все темы, математики есть, ка всему надо кататься Было два дня, каждый день предлагалось три задачи на 4,5 часа Ну и потом еще была апелляция, если были не согласны с оценками проверяющих, апеллировали Это достаточно интересно, что-то новое узнают в каждой олимпиаде и во время подготовки тоже Для того, чтобы в такой олимпиаде достичь каких-то определенных успехов, нужно очень много работать Дети это понимают, я это понимаю, приходится в достаточной степени много пройти информации То есть это достаточно значимая олимпиада и с точки зрения ее позиции в рейтинге Но это одна из достаточно ключевых олимпиад, на которые стоит обратить внимание У делу престижной международной олимпиаде это каштонный опыт, як для наученцев, так и для педагогов А перемога на таких спаборниствах дает выпускникам ахшимость поступить у высшейшей научальной установы Беларуси без уступных испытов Майулика – кровкая вечность Вядомый витебский керамист Людмила Ковальчук презентовала уластную книгу Член Беларусского союза Мастако некольких годов присвятила реализации проекта по адраджении традиции витебской майулики 17-18 стагодзю Это позволило аутору выучить и освоить старожитную технологию створения кафли, бытового посуду и дробной пластики Выстава керамичных вырубов стала живой иллюстрацией друкованного выдания Книга вышла у серой энциклопеды народного майстра У ее Людмила Ковальчук доследовала особливости развития майулики у разных регионов Беларуси Книга сама была сделана где-то за несколько месяцев, но материал собирался годами Его нужно было систематизировать, лишнее убрать Найти вот эту главную идею нашей витебской майолики и белорусской майолики всей Очень важно, чтобы наши исторические достижения в культуре, находки, какие-то изыскания находили отклик в душе мастера так, чтобы это его вдохновляло на работу длительную и современную То есть находить какие-то вещи, которые нас трогают сегодня Мне бы хотелось, чтобы эта книга, она сподвигла еще кого-нибудь начать работать в этой области керамики Книга витебского керамиста утрымливая не только историческую участку, а еще и описание самой технологии, роспису по сырой эмали Подчас презентации выдания Людмила Ковальчук провела мастер-класс для усех жадающих Православные верники сегодня святкуюсь Грамница, одно из великих святов православного календара У пероклади со старославянского слова Грамница означает «сустреча» Свята символизуют «сустречу» старого и нового заповедов У гэтый день во усих храмах проходят святочные литургии и освящают свечки У Витебску у храме Прасвятой Богородицы святили братскую свечку Я ее напереды дни зарабели витебске пчеляры у дельники клуба «Золотый волей» Культурно-гисторичного комплекса «Золотое кола» города Витебска-Двина На великую свечку вышиней больше за метр спотребилася 16 кг воску Сбирали его традицина талакой Храмничную свечку будут запаивать у храме с молитвой у дни особливых падей и великих святов Свечу мы начали делать, нашим клубом начали делать 7 лет назад Для того, чтобы объединиться Это очень интересная такая традиция, потому что ее смысл в том, чтобы плечо к плечу Показать вот этот дух единства такой совместной работы Это очень интересный обряд, который, конечно, хочется сохранить, потому что это белорусский обряд Этот праздник является встречей каждого человека с Богом Сретение, которое произошло более 2000 лет назад в истории жизни Церкви Ветхозаветной и Новозаветной Оно отражается или продолжается, эта встреча, за каждой божественной литургией Когда хлеб и вино молитвами Церкви, священнослужителей становятся истинным телом и кровью Господней Эта встреча происходит снова и снова Отповедно с народным календаром Грамницы, день, когда зима, сустракается с весной Казали, какое надворье на Грамнице, такое будет и весна Лечится, что когда 15 лютого усталюется длига, весна будет ранняя и теплая А когда будет холодный день, то весна чекается холодная Тихий и хмарный день на Грамнице обещает добрый уроджай Першими доведаться про важные и цикавые падеи життя региона Убачите, где сегодня прасуются наши корреспонденты Паглядзите новины ясчет до выхода у эфир Усё гэта реально Телеграм-канал Беларушчат Ирвитебск Подписывайтесь, каб не пропустить самая цикавая Выпуск новин агэтым завершенный Я с вами развитвуюся Сачайте за новинами разом с нами Синоптики поведомляют У ближайшие сутки в области будет в облачном Месцами по уходе невеликий снег Ночью ранится и у особных районах слабый туман На особных участках дорога лалёдится Ветер ночью неустойливый, слабый Днем поудневый, поудневый уходний 3-8 метров за секунду Температура поведа ночью 0-5 Днем минус 1 плюс 4 У Витебску в облачном ночью ранится невеликий снег Днем безыстотных опадков На особных участках дорога лалёдится Ветер ночью неустойливый, слабый Днем поудневый уходний 3-8 метров за секунду Температура поведа ночью минус 1-3 Днем минус 1 плюс 1 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин